В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте. Коротко о главных событиях прошедших дней. Не имеющие помещения для того, чтобы принимать инвалидов. Со своими проблемами обратились к власти. Личный прием жителей округа прошел в местном отделении «Единой России». Я думаю, что жители в перспективе оценят по достоинству саму школу. Как идет строительство новой школы в Малаховке и сколько времени остается до первой торжественной линейки? У них есть и внуки, есть и дети, которые могут их научить, но они приходят сюда. Почему? Потому что пенсия – это время новых возможностей. Что пенсионерам предлагает программа «Активное долголетие»? Я желаю всем вам достойно выиграть в этом турнире. А «Активное долголетие» – победитель «Единой». Впервые в Люберцах за Кубок Героя Советского Союза боролись 300 человек на межнациональном турнире по каратэ. Сейчас об этих и других новостях подробнее. Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений. Оперативную обстановку в округе, реализацию программы «Доступная среда» и другие вопросы обсудили на заседании. 1600 раз люберчане обратились за помощью в управление МВД за последние 7 дней. Полицейские возбудили 36 уголовных дел. Самые громкие происшествия зафиксированы в Малаховке и Люберцах. В поселок Малаховка, улица Советская, было разбойное падение на дом, где неизвестный под угрозой зашел в дом, забрал золото на 500 тысяч рублей и скрылся. Сейчас проводится проверка. И в пятницу в Ухтомском отделе полиции был задержан сбытчик, который раскладывал закладки в узбек. Таджик, то есть где-то 500 грамм героина у него было изъято. Тоже проводится проверка. И данный товарищ задержан, арестован. На минувшей неделе сотрудники пожарной охраны осуществили по сигналу тревоги 34 выезда. Участвовали в ликвидации пяти пожаров. Все происшествия обошлись без жертв. Два в жилом секторе, это 14 октября, СНТ «Зеленая зона», дом на 4 семьи. В результате пожара обгорела квартира чуть позже. Поселок Томили на улице Пушкина, дом 30, дом на 3 семьи частной, обгорела комната. Работа не стоит на месте и на муниципальных дорогах. Ежедневно велась очистка проезжих частей и тротуаров от мусора. Для этого задействовали 72 дорожных рабочих и 26 единиц спецтехники. В рамках программы «Доступная среда» проведены работы по занижению бортового камня на пешеходном переходе на улице Наташинского, дома 16. На улице 8 марта выполнен ремонт тротуара и съезд во двор. Общая площадь ремонта тротуара составила 207 квадратных метров. Также на совещании стало известно, что начаты работы первого этапа благоустройства Малаховского озера. Срок окончания 1 июля 2020 года. Мария Кузьмичева, Валерия Абсалямов и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Новая асфальтированная дорожка появилась на улице юбилейной. Бонусом к тротуару вблизи пешеходного перехода занизили бордюр. Теперь там удобно пройти всем, в том числе людям с ограниченными возможностями и мамам с колясками. В магазинах хожу. Ходили наискосок по грязи, а сейчас хорошую сделали тротуарную дорожку. Вместо народной тропы тротуар по всем современным стандартам. Новую дорожку вблизи 19-го дома сделали по многочисленным просьбам жителей. На первый взгляд мелочь на самом деле заметно облегчила жизнь пешеходам. Я от жителей дома по улице 19 хочу выразить огромнейшую благодарность нашему руководству города за их терпение, за огромную продиранную работу, за четкость и внимание к жителям 115-го квартала. Протяженность тротуара 65 метров, ширина полтора. Дорожка полностью будет готова в ближайшие дни. Всего в этом году в Люберцах отремонтируют и создадут 34 тротуара. Это очень неприлично для нашего городского округа. Мы порядка 15 тротуаров делали именно с ремонтом дорог. Поэтому у нас стоит задача. Мы сегодня планируем ремонт дорог следующего года. И в плане дорог мы обязательно ставим ремонт тротуара. В следующем году дорожно-тропиночную сеть будут развивать, опираясь на обращения жителей округа. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Ружицкий выслушал просьбы люберчан. Вместе с ним способ решения житейских проблем искал депутат Мособлдумы Владимир Жук. Личный прием жителей округа состоялся в городском офисе партии. Это мы сделаем. Я не вижу проблем. На каждый вопрос нашелся ответ. Обсудить насущные проблемы в приватной беседе с представителями партии власти записалась Людмила Бондаренко. Она входит в число председателей Люберецкого всероссийского общества инвалидов. Несколько лет просит выделить помещение в микрорайоне высшая школа для встреч со своими подопечными. Пока безуспешно. Я одна из 16 председателей по нашему, люберцам по городу, не имеющая помещения для того, чтобы принимать инвалидов. Я не могу их пригласить даже на день инвалида, посидеть, попить чай, поговорить. Всего представители «Единой России» взяли на карандаш чуть менее 10 вопросов. Среди основных тем – лекарственное обеспечение инвалидов, вывоз мусора, благоустройство округа. Люди, которые приходят за помощью и поддержкой в партию, обращались непосредственно к секретарю, а не к каким-либо другим людям. Потому что секретарь, он же глава, он имеет гораздо больше возможностей для того, чтобы решить проблему, с которой обращается человек. Решение одних проблем нашлось на месте, другие же требуют подробного изучения. К исполнению просьб жителей округа приложат руку компетентные специалисты. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. В администрации округа прошел семинар-совещание для депутатов и глав Люберец, Котельников, Держинского и Лыткарина. Его организатором стала Московская областная дума. Председатели ее комитетов рассказали о последних изменениях в законодательстве Подмосковья. Представили на суд коллег инициативы, которые направлены на рассмотрение в Госдуму. Мы, с одной стороны, информируем о своей работе, с другой стороны, получаем вопросы, получаем предложения, которые направлены в том числе и на изменение действующих законов, как Московской области, так и Российской Федерации. Такие встречи проходят на регулярной основе. В этом году для народных избранников Подмосковья провели уже 9 семинаров. Такую форму работы депутаты Мособлдумы считают эффективной. Она позволяет увидеть результаты работы законодательного органа на местах и услышать о проблемах муниципалитетов из первых уст. Добрая комната – новый региональный проект «Единой России» по созданию детских игровых комнат. В городском округе Люберцы проект стартовал в детской поликлинике номер 11. Последние штрихи и добрая комната распахнет свои двери. Именно здесь дети и их родители будут коротать время ожидания приема врача. Комната украшена настенными рисунками и вскоре здесь появится мебель, книги, развивающие игры. Дети с родителями, те, кто приходят на обслуживание в поликлинике, комфортно проводили свое время, чтобы были оборудованы комнаты. Данные комнаты привлекают внимание, получают психологическую разгрузку. Дети, нахождение здесь. И комфортное пребывание родителей с детьми при посещении врачей. Собираем отходы с любовью. Оригинальные контейнеры для сбора крышек в форме сердец установили в Люберцах. Один из них появился в парке Наташинские пруды, другой в микрорайоне самолет. Места размещения емкости выбрали жители путем голосования в социальных сетях. Добрые крышечки – это социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышек для помощи детям с особенностями развития. Я надеюсь, что жители активно будут принимать участие в сборе и помогать деткам, которые попали в сложную жизненную ситуацию. И приобретать для них необходимые коляски и так далее, все, что им нужно. Не было централизовано такого места для сбора. Сегодня, благодаря спонсорству «Единой России», у нас получилось поставить два таких контейнера. Контейнеры в форме сердец, предназначенные для сбора пластиковых крышек от бутылок с напитками и молочной продукции, а также некоторых непищевых жидкостей. Куда попадают отходы после вывоза и что делают с ними на полигонах? Мусорная реформа в регионе идет почти год. А этими вопросами до сих пор задаются многие жители Подмосковья. Телеканал ЛРТ провел один день с региональным оператором «Эколайн-Воскресенск», чтобы увидеть весь путь следования отходов. Новый год. Жители Подмосковья начали по новым правилам обращения с отходами. Горожане по-разному приняли нововведения. В некоторых районах округа «Синебак» наполняется за три дня. Где-то не хватает и двух контейнеров на сутки. Однако отношение к раздельному сбору мусора меняется. Я уже на протяжении года занимаюсь раздельным сбором отходов. Сортирую отдельно бумагу, органику, пластик, стекло. И, как оказалось, это вообще несложно. И это очень полезно. И я знаю, что за мои дела мне будет благодарна сама природа. 150 километров в день – 80 точек. Так проходит каждая смена водителя мусоровоза. Владимир собирает сухие отходы, которые годны для вторичной переработки. За время работы чего только не видел в синих баках. Всё же люберчане порой буквально понимают раздельный сбор. Приезжаем на точку, нестандартная ситуация. Мешок цемента лежит в контейнере. И что с этим делать? Мы загрузили, освободили контейнер. Чтобы освободить уже от бумаги, пластика и всё остальное. Владимир держит путь на полигон Торбеева. Через специальный пропускной контроль проходят только аккредитованные мусоровозы. Здесь их регистрируют и взвешивают. Сейчас по стандарту РСО Московской области мы должны вывозить сухие отходы не реже двух раз в неделю. В Люберцах мы вывозим их чаще. В городском округе Люберца ежедневно на маршруты выходят 4 синих мусоровоза. Синяя индикация на борту установлена 819 сеток РСО, куда нужно складывать пластик, металл, бумагу и стекло. Четыре основные фракции и ещё десяток подфракций. Несколько видов пластика, стекла, бумаги, металла. Так тщательно отбирают вторсырьё в сортировочном цехе полигона. В день привозят 5-6 тонн сухих отходов. На вторсырьё годится примерно половина. Также отбирают и смешанный мусор. Здесь это делают вручную, за жителей. В день его поступает 500 тонн. Две ленты. Одна для сухих отходов, одна для мокрых грязных отходов. Соответственно, они сортируются раздельно. И также есть площадка, на которой проходит предварительную переработку перед размещением. Строительные отходы, крупногабаритные, смешанные. Ящики отдельно, канистры отдельно, флаконы отдельно. Затем отходы моют, дробят и прессуют. В таком виде их размещают на складах, где вторсырьё ждёт своих покупателей, перерабатывающие заводы. Негодные отходы уезжают на захоронение, на тело полигона. И из этого тоже научились извлекать пользу. Система дегазации внедрялась на полигон в течение двух лет. Дорогостоящие оборудование позволяет перерабатывать мусорный газ в электроэнергию. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Путь к чистой планете хорошо известен ученикам гимназии номер один. Они стали финалистами всероссийского конкурса «На старт экоотряд». О своём проекте ребята рассказали младшим школьникам на открытом уроке. Но ведь и нам, взрослым, будет полезным прислушаться к юным активистам. Зачем беречь природу и чем опасна почве, использованная батарейка, маленьким умникам и умницам гимназии номер один известно. С первого класса ребят воспитывают следую принципу – не загрязняй окружающую среду. Экология – это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы должны воспитывать детей, воспитывать их правильно. Поэтому экология – это всё, что у нас есть, что ещё мы можем сохранить, научить, подсказать. Старшеклассница Элина Коновалова бережёт природу для потомков. Уже два года девушка ведёт активную деятельность в школьном экоотряде «Эконафт». Вместе с шестью десятью единомышленниками исследуют природу, участвуют в городских и региональных экологических программах и пропагандируют знания в области охраны окружающей среды. Экология – лично для меня это очень важно. Вот если так подумать, мне придётся… у меня будут дети в дальнейшем, правильно? Я не хочу, чтобы они росли в каких-то таких условиях. Хочу, чтобы они выходили на улицу и видели, как природа прекрасна. Зачем её губить? Зачем, в принципе, губить то, что нам дано свыше? Новое исследование и успех. В родные стены лицея Алина и её трое друзей вернулись с победой. Ребята стали вторыми во всероссийском конкурсе на старт «Экоотряд», который проходил в Москве, уступив первое место знатокам природы из Омска. Мы делали работу. Мы как-то оценивали запелённость листьев из разных регионов или областей. Проводили определённые исследования количественным и визуальным методом. Вот, например, у нас были четыре территории. Это у пришкольного участка города Люберцы, в пришкольном полисаднике, в Томилинском лесопарке и у здания гимназии номер один. С успехом люберезских эконавтов поздравили сотрудники администрации, вручив дипломы и рюкзаки. Также подарок школе сделали и депутаты городского округа Люберцы. Контейнер для сбора батареек. Мария Кузьмичёва, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Строительство новой школы в Малаховке стартовало в апреле. Здесь вместо старой школы «Сказка» появится современное трёхэтажное здание, где будут учиться дети с 1 по 11 классы. Как же проходит возведение объекта и укладываются ли в сроки? Проверил глава округа Владимир Ружицкий. С утра и до вечера здесь кипит работа. Строители, а их 70 человек, подобно муравьям, трудятся, не покладая рук. Объект должен быть сдан в срок. В этом году у нас запланировано завершение полностью монолитного жилетонного каркаса, установку окон и наружных дверей. Соответственно, в следующем году, до 1 августа, мы должны полностью завершить объект и сдать его в эксплуатацию. 1 сентября 2020 года новая школа распахнёт свои двери для 275 учащихся. Ребят встретят светлые классы, удобный актовый зал, два просторных спортзала, современное оборудование и благоустроенная пришкольная территория. Проектом благоустройства предусмотрен вокруг устройства площадок волейбольной, баскетбольной, игровой зоны для начальных классов, ну и, соответственно, благоустройство, озеленение. Строительство нового учебного заведения идёт в рамках реализации национального проекта «Современная школа». Согласно ему, в регионе появится 50 новых учреждений. Три из них в городском округе Люберцы. На строительство именно этой школы потратят 450 миллионов из регионального и муниципального бюджетов. Я думаю, что жители в перспективе оценят по достоинству саму школу, как она спланирована, как она будет выглядеть. Я думаю, что школа, в том числе, она будет каким-то украшением для Малаховки, Малаховцев. Период строительства ученики снесённой школы «Сказка» получают знания на базе 48-й школы. Мария Кузьмичёва, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Она оставила свой след в будущем. Педагогам это под силу. Заслуженный учитель России. Почётный гражданин Люберецкого района с педагогическим стажем в 50 лет. Из них почти 30 лет директор школы. Нина Мочалова. Она ушла из жизни более года назад. В памяти Нины Кирилловны в 20-й гимназии, где она проработала долгое время, открыли мемориальную доску. Таких людей не забывают, но пусть о таких людях узнают те, кто не успел. Почтить память педагога пришли её выпускники, коллеги, друзья и глава округа Владимир Моружицкий. Поэтому я так думаю, что это большое счастье, когда по жизни встречаешь вот таких людей. Потому что они именно своими делами, поступками, порой советами, они как-то определяют и влияют на тебя, на окружение. Поэтому это счастье, что вот с нами была Нина Кирилловна. Автором бронзового барельефа выступил заслуженный художник Российской Федерации Александр Рожников. Саму же идею установки памятной доски предложил бывший ученик Нины Мочаловой, депутат Совета депутатов округа Александр Мурашкин. Жительнице Люберец Елене Корнаух исполнилось 90 лет, всю жизнь в труде. Во время войны помогала овдовевшей матери в колхозе, потом работала воспитателем в детском саду и педагогом в школе. Глава округа Владимир Ружицкий лично поздравил с 90-летием именинницу. Вас пришли поздравить. Самое доброе вам пожелание. Спасибо вам огромное. Более полувека Елена Михайловна живет в округе. Из Ставропольского края переехала сюда с супругом. Они уже отпраздновали бриллиантовую свадьбу. И будущее видит в счастье своих внуков. Когда соцзащиты звонили, вам надо, говорю, да нет, мы пока справляемся сами. Внучка всегда привозит, тоже приедет, помогает, помогает вот так. Программа «Активное долголетие» интенсивно шагает по Подмосковью. Бесплатные мастер-классы, курсы различного профиля и занятия в секциях открывают больше возможностей для людей старшего поколения. Пенсия – это время новых достижений. Даже освоение компьютерной грамотности способно сделать жизнь интересной. В Люберцах прикоснуться к высоким технологиям можно в библиотеке «Бригантина». Сначала мы выделяем его, а потом на главную и на жирность. Пока не уверена, на жидкокристаллической бумаге выводит буквы Галина Курлукова. До статуса опытного юзера еще далеко, но первые успехи в освоении компьютера уже есть. Кулинарные книги теперь пылятся на полке, рецепты хозяйка ищет в интернете. Всю жизнь Галина обходилась без монитора и мышки, а вот на пенсии без современных технологий ей стало неуютно. Сейчас уже другая жизнь, другое время, другое поколение. И, соответственно, нам нужно идти в ногу со временем. Ну да, мы пенсионеры, но как бы мы все равно стараемся не отстать от наших детей и внуков. Библиотека «Бригантина» воспитала не один десяток компьютерных пользователей в возрасте 50+. Первые уроки высоких технологий прошли здесь несколько лет назад. С тех пор компьютерные столы редко пустуют. Места выпускников занимают пенсионеры-первоклассники. У них есть и внуки, есть и дети, которые могут их научить, но они приходят сюда. Почему? Потому что у детей и внуков не хватает терпения. Шестилетнему внуку Вячеслава Гнездилова пока не хватает компетентности, чтобы стать для дедушки наставником. Поэтому раз в неделю пенсионер садится за парту класса компьютерной грамотности. Здесь он новенький. Гуляет по интернету только два месяца. Ну, я уже научился открывать интересующиеся вопросы. Не читать газету, бежать за ней в киоск. А так открыл компьютер, прочитал. Ну, игры иногда я с внуком играю. Тоже интересно. У нас такого не было. Сделать из пенсионеров программистов в Бригандине не обещают, но в два клика отправлять электронное письмо научат. Выпускники компьютерных курсов листают страницы браузера, как открытую книгу, и печатают заметки в текстовых редакторах. Записаться к врачу и оплатить счета, не выходя из дома, для них тоже не проблема. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Участники активного долголетия окончательно убеждают. Пенсионный возраст – не повод отказывать себе в радостях каждого дня. А незрячие люди преклонных лет в рамках акции «Белая трость» показывают всем нам пример, как наполнить свою жизнь смыслом. Специально для них в Центре социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» регулярно проходят культурные и спортивные мероприятия. «Когда ж ты добрее, чем синий в поднебесье, а сердце и свет, и любовь, и участие, ты даже не знаешь, какая ты песня, ты даже не знаешь, какое ты счастье». Проблемы со зрением для активных граждан не помеха. Яркий пример – слепой актер радиотеатра Гомер Николай Кирвас. Дважды в месяц он читает стихи и рассказывает анекдоты в Центре социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий». Получателям социальных услуг это повышает настроение и показывает, что унывать не нужно ни в какой ситуации, даже когда у человека отсутствует зрение на 100%. На базе Центра люди с ограниченными возможностями пробуют себя в новых дисциплинах и приобретают полезные навыки. Для социальной адаптации слепых здесь проводится международная акция «Белая трость». «Нас пенсионеров собирают, развлекают здесь, даже массаж делают бесплатно, нам песни преподают, мы поем, танцуем, так что у нас очень весело, экскурсии нам проводят». Открывать для себя новые увлечения никогда не поздно, и это полностью подтверждает реализация программы «Активное долголетие». В йоге, скандинавской ходьбе, танцах и различных видах творчества могут проявить себя пенсионеры. Проект предлагает участникам улучшить свою компьютерную грамотность и насладиться туристическими поездками по Подмосковью. Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич и Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Музыкальный межнациональный фестиваль собрал почти полсотни участников со всего региона. В Ясенинской библиотеке собрались таланты, представляющие разные конфессии и национальности. Богатый колорит нашей страны участники передали через песни на разных языках. Ансамбль «Байравань», который создан 10 лет тому назад вместе с Люберецким отделением национальной культурной автономии «Мордвы». Песня не только «Стройте, жить» помогает, но и, как показали участники, объединяет. Коллектив «Байраваня» собрал мордовский народ со всего столичного региона. 10 лет они исполняют и русские народные мотивы, и песни на родном языке. Творчество помогло не только реализовать таланты вокалистов, но и сплотило земляков. Мы занимаемся пропагандой мордовской культуры на московской земле. Культуру Москвы и Подмосковья объединяет многонациональная культура, и происходит обмен. Это преданность любви к своему народу, к своей мордовской земле. И то, что на московской земле звучат наши песни, это нас радует. Каждый участник фестиваля исполнил минимум по две песни на русском и иностранном языках. В стенах Есенинки прозвучали композиции на финском, армянском, мордовском, украинском и белорусском. А самый популярный у участников – английский. Проявить свои вокальные способности могли все желающие. Организовали музыкальный праздник дружбы народов, комитет по культуре округа и общественное объединение «Росмолтспорт». Вполне лояльный был отбор, и в итоге получилось более 40 конкурсантов. Основная цель – показать, что мы едины. Мы представляем собой единый российский народ. И все невзгоды и какие-то проблемы, радости и горести мы встречаем вместе. Также и был призван фестиваль сплотить всех. Музыкальный фестиваль оправдал ожидания организаторов. В следующий раз его планируют провести на большой площадке. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Теперь в Центральном парке культуры и отдыха каждые выходные осени люберчан ожидают концерты, живая музыка. Один из таких вечеров уже прошел под аккомпанемент саксофона и балалайки. Концерт стал подарком без повода и завершился ярким фаер-шоу. В программе джазовые и популярные мелодии. На импровизированной сцене Центрального парка музыканты-виртуозы. Саксофон поет в руках Эдуарда Левицкого. Струны балалайки ловко перебирает Юрий Шутов. Лауреат международных конкурсов стоял на многих сценах страны, но люберецкие площадки занимают особое место в гастрольном туре музыканта из Малаховки. Я вообще обожаю Подмосковье в любом его проявлении, но особенно, конечно, люберецкий наш край. Поэтому с большим удовольствием. Другое дело, что у меня крайне редко бывает это возможности, потому что я часто гастролирую. Но вот сегодня меня пригласили, с удовольствием принял участие в этом прекрасном вечере. Проводить выходные под аккомпанемент виртуозов для люберчан становится традицией. Хороший музыкальный вкус им прививает администрация округа и руководство Центрального парка. Заметно изменился его облик, развлекают здесь тоже по-новому. Мы настроены на то, чтобы парк Центральный был ярким, запоминающимся все мероприятия выходного дня, радовали и привлекали людей в наш парк. На этот раз в Центральный парк люберчане зашли на огонек. Жарче и без того теплый октябрьский вечер сделали укротители пламени. Фаер-шоу стало ярким финалом вечера. Почаще такие вечера должны быть, почаще, в нашем городе. Очень здорово. Ну и для детей, для взрослых. Это классно. Вот, круто, почаще. Можно даже каждый день. Не каждый день, но каждые выходные Центральный парк обещает спасать от осенних андры. У люберчан еще есть возможность провести уикенды на его площадках. Программами выходного дня гостей будут развлекать до морозов. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 300 спортсменов из 15 регионов съехались в Люберце на первый межнациональный турнир по карате имени героя Советского Союза Геннадия Зайцева. Соревнования в триумфе приурочили к 85-летию легендарного командира группы А КГБ ФСБ России. Зрелищное открытие турнира зрителям устроили специальные гости. Бойцы отряда специального назначения, спортивные клубы и Кремлевский полк президента. Поучаствовали в церемонии и особо значимые персоны. Руководитель Национальной ассоциации карате, генералы спецподразделения, группы Альфа и, конечно, тот, чьим именем назван турнир. Герой Советского Союза Геннадий Зайцев. Я желаю всем вам достойный выигрыш в этом турнире. Пусть победить в генерале. Значимые моменты из профессиональной жизни генерал-майора и основателя группы Альфа гости турнира увидели в холле на тематической фотовыставке. А на торжественном открытии турнира герою Советского Союза Владимир Ружицкий вручил почетный знак за заслуги перед городским округом. Когда мы привлекаем именно таких людей, проводим эти мероприятия под знаком таких умудренных легендарных личностей, то спорт приобретает некое смысловое значение. Ставим задачу вовлечь в спорт самых разных молодых людей, потому что кто-то из них будет, возможно, профессионально заниматься спортом, кто-то будет служить, работать. Глобальная цель межнационального турнира по карате – патриотическое воспитание молодого поколения и кто, как не легендарный военнослужащий, подаст пример будущим защитникам Родины. Мы в них вкладываем здесь фундамент шести лет, чтобы они уже знали, впитывали как губ. Потому что нашим ребятам, я считаю, мое личное мнение, не до конца хватает патриотизм и гордость за тех людей. Геннадий Николаевич является основателем защитников специального подразделения. С удовольствием общается с детьми, проводит беседы с ними, рассказывает о своих подвигах. И здесь он доступен, и любой ребенок может подойти, пообщаться и прикоснуться к нашей истории, живой истории. На соревнования съехались спортсмены из 15 регионов. Самая многочисленная делегация Люберецкая – один из 100 участников, лауреат и призер всероссийских соревнований Артем Симакин, который гармонично совмещает учебу и танцы с каратэ. За спиной у мальчика 14 турниров, и от этого он ждал только победы. Потому что там отличные удары, их можно использовать в реальной жизни. Если на меня нападут, я двойку или сменку. Участники показали свое мастерство и сразились в 37 категориях. Главные призы соревнований – Кубки Героя Советского Союза. Получили команды из Тулы, Люберец и Лыткарина. Организаторы планируют сделать соревнования ежегодными. Анна Трояна, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. У магазина «Банди Игрушка» очередной подарок для своих дальновидных покупателей. Готовиться к Новому году он приглашает уже в ноябре и запускает широкую распродажу. Что же «Банди» предлагает положить под новогоднюю елку, узнавала наш корреспондент Дарья Борисова. Сезон предновогодний «Суматохи» открыт. Праздничный ритм задает магазин «Банди Игрушка». На его витринах уже создает настроение зимнего чуда. Новогодняя коллекция 2020 – отличное начало для шопинга. Просто идеальная коллекция елок в нашем магазине. Подобрано освещение гирлянды и уличные, и комнатные. Большой ассортимент. И украшения на елку и в помещении. Что положить под елку, тоже подскажет «Банди». Два этажа магазина – это склад идей для новогодних подарков. Геннадий Казаков задержался в отделе товаров для творчества. В подарочной коробке его племянница найдет набор для рукоделия. Это выбрали. Давай дальше что-нибудь, смотри. Это у Мауа. С выбором подарков можно не скромничать, разориться не даст «Банди» игрушка. Для люберчан он станет главным новогодним волшебником и подарит щедрые скидки. С 1 ноября на целый месяц мы проводим расширенную распродажу со скидкой 20% на весь ассортимент в нашем магазине. Наблюдается кризис у нас небольшой, не хватает денег, чтобы каждый мог себе купить к Новому году подарок. Считайте, что лучший подарок – это книга. На полках найдутся подарочные издания классической литературы. Ценители канцелярии получится удивить брендовыми ручками и блокнотами. А самых маленьких люберчан в мешке новогоднего волшебника по имени Банди дожидаются игрушки. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Дарья Борисова, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. 30 октября состоится встреча главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого с жителями. Мероприятие пройдет в Школе искусств по адресу 3-й почтовое отделение, дом 30, и начало этой встречи в 18.00. На этом выпуск завершен. Еще больше информации и еще подробнее на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин